Мы не деспотическое общество, где сбивают там какие-то домашние насилия, что происходило и так далее. То есть это на самом деле нет, мы не такие и не чрезмерно какие-то либеральные люди. Нет, мы не такие, мы середины. Лично ты приложил немало сил, чтобы нанести максимальный удар по чеченским традициям. Враги чеченцев должны быть тебе благодарны. Здравствуй, заметил в репортаже «Дождя» про погибшую чеченку в скукореке и о патриархате в вашем обществе. Они любители защищать фемок, ЛГБТ и прочий биомусор. Ну, я не знаю, о каком репортаже ты говоришь. В целом, у людей разные взгляды. Понятно, что для разных обществ может быть даже наши какие-то там обычаи, для них могут казаться слишком строгими и так далее. Они могут быть с ними согласны или не согласны. Они могут выражать свою точку зрения. От этого мы как бы не страдаем ничуть. И мы готовы к дискуссии по таким вопросам. Я в этом не вижу проблем. В данном случае всегда будет как бы две стороны, две крайности. Одни будут покрывать любое преступление, пытаясь сослаться на какие-то наши жесткие обычаи и так далее. Будет другая сторона, которая будет им поддакивать, но она в другую крайность ушла, говоря, что у нас вообще в целом такое, знаете, очень консервативное общество. Хотя я согласен, что мы консервативное общество, но они будут чрезмерно уделять внимание, акцентрировать внимание людей на каких-то деталях, говоря, что это вот прям там всех гнобят и так далее. Истина, она на самом деле посередине. Мы действительно, мы отчасти очень консервативное общество, чем мы как бы и гордимся, что мы пытаемся сохранить. Но в то же время мы не деспотическое общество, где убивают, уничтожают людей, избивают там какие-то домашние насилия, что происходило и так далее. То есть это на самом деле нет, мы не такие и не чрезмерно какие-то либеральные люди. Нет, мы не такие, мы середина. Ахмад А. Ты видел перевод слов Кадырова Лизуном Ахмедом Дудаевым в ответ на критику Варламова? Оказывается, по их чеченскому Тугу Шхыл переводится, бывают разногласия. Переведите слова Кадырова из инстаграм-поста Дудаева, чтобы обличить их позорный перевод. А что это там за слова? Я не видел этого. Я сейчас попробую прям в онлайн это посмотреть. Они обычно у нас любители делать очень правильные переводы. А какой это у него пост? Я вижу, что в последние посты это у него про эту девушку, Мадину. Короче, я не знаю, что это за слова, поэтому прошу прощения. Тугу Шхыл, я из того, что ты написал, я могу сказать. Тугу Шхыл, это типа, ну, бейте. Типа, бейте периодически. Ну, это можно сказать, допустим, там, бюрках Туг Шхыл, типа, периодически бей по мечу, например, да? Или это можно применить, сказать, там, Бейрон Туг Шхыл, типа, детей бей периодически. Вот так вот можно перевести. Туг Шхыл, Туг, это ударь, типа, нанеси удар. Шхыл, это как бы, здесь уже с этой приставкой получается, что, или некая периодичность. То есть, делай это периодически. Ахмад. Варламов критикует Кадырова за слова об изменении жен, ситуации с убийством последним. Дудаев в ответ Варламов говорит, что Туг Шхыл, это переводится, есть разногласия. Посмотри, переведи его пост 8 часов назад, это просто цирк, там, коротко. А, это я понял, это он сказал, эти слова Кадырова я помню, он сказал, что у нас, типа, бывает в семейной жизни такое, что там бывают какие-то разногласия. Туг Шхыл, он сказал. То есть, бывает так, что даже бьют. И что женщина, мол, должна это терпеть. И это сколыхнуло сегодня общество, эти его слова, ну, заслуженно. Но я не видел, правда, то, что Варламов на эту тему сказал. Но здесь я точно могу сказать, что это нельзя иначе никак перевести, кроме как Кадыров сказал, что да, бывает, что типа бьют, что муж типа бьет жену, побивает ее. И она должна это терпеть. Только так это можно перевести. Молодец, говорит по факту. Но это вот, то, что ты делаешь, это вот просто болтовня. Приведи конкретный пример, где Тумсо хоть как-то посягал там на какие-нибудь чеченские традиции или обычаи. Очень мощнейший удар за всю историю существования чеченского народа по его традициям, по его авторитету нанес ваш падишах. До него у нас никогда не было такого, чтобы по средствам массовых информаций нам показывали, как чеченского парня сняли штаны и заставили его бегать на беговой дорожке под песню «Мой лучший друг, это президент Путин». За то, что он нелестно отозвался о российской армии, о падишахе, о кадыре в данном случае. Понимаете? У нас такого никогда не было. У нас никогда не было, чтобы у нас на одной заправке там оптом стягивали штаны, и это все показывали по видео, что с нас смеялся весь мир. Такого у нас не было. У нас еще никогда не было такого, чтобы весь мир говорил о том, что у нас есть какие-то там нетрадиционные товарищи, и что вот с ними там что-то происходит. Вот до Кадырова у нас никогда не было этой темы в нашем народе. И действительно, наверняка многие даже полагали, что у нас вообще нет этих проблем. Понимаете? Все это произошло, когда к нам пришел российский наместник в лице Кадырова. Только тогда о нас начали говорить вот в таком ключе. До сих пор весь мир она знал только как о воинах, о людях, которые не покорились России, о людях, которые поставили на колени российскую армию, которые выиграли войну у России, как о народе, который стремится к свободе, который жаждет этой свободы. Вот так она знали. Она знали по выдающимся высказываниям Джохара Дудаева, которые по сегодняшний день являются цитируемыми. Понимаете? Она знали как о народе, который ни перед кем не присмыкается, как о народе, который стремится к справедливости, к равноправию. Она знали по тому, что Яндербиев посадил Ельцина напротив себя. Весь мир вот так о нас говорил, потому что это были те события, которые становились предметом обсуждения во всем этом мире. И вот на всей планете говорили об этом. А сейчас при вашем падишахе как о нас говорят? Мы либо мы всплываем из-за каких-то случаев, ну, очень недостойных каких-то проявлений, там где-то убили девушку, пытаются это скрыть, либо у нас там какие-то нетрадиционные, там с ними что-то происходит, либо у нас выселяют кого-то целыми там фамилиями. Вот так сегодня о нас весь мир говорит, исключительно в ключе нарушения прав человека, что у нас их нарушают. Вот так только говорят. Или с Кадырова смеются как с клоуна, когда он надевает какие-то клоунские наряды, может там в кольчуге с щитом, с мечом прийти на какое-то мероприятие, устроить там танцы. Либо вот так. Либо с нас смеются, либо нам сочувствуют. Но нет такого, чтобы нами гордились и упоминали вот все те моменты, о которых я сказал чуть ранее. Такого нет. Так что это поблагодарите своего падишаха за то, что вот такую славу о нас он в этом мире заложил. Хамзат, например, ты на весь мир заявил, что не видел даже в Польше такого позора, какой видел в Чечне. Приведи конкретно доказательство, что с тем парнем так поступил Кадыров, а не какой-то придурок. С каким парнем, которого сняли штаны, так Кадыров и не скрывал, что это было сделано по справедливости, по словам Кадырова. Он это и не скрывал. Наоборот, потом этого парня еще заставили извиняться, что это, мол, действительно он был в этом виноват. Что за чушь вы несете? Об этом весь мир говорил, весь мир об этом знает, кто с него снимал эти штаны, что это власть сделала. А то, что я тогда сказал, эти слова я могу повторить. Я не сказал то, чего вы говорите. Я сказал, что у нас не должна болеть голова о Польше. Мы не должны говорить о Польше, о Франции, о Германии или о США. О том, что там есть там разврат или нет. Потому что у нас на наших улицах достаточно таких проявлений, с которыми не мешало бы побороться. А не говорить о том, что нас в принципе не должно волновать. Вот что, вот в чем был посыл моих слов. И это я и сейчас говорю. И вы прекрасно знаете, что даже показать в этом эфире я не могу некоторые вещи, которые происходят у нас на проспекте Путина. Так что давайте не будем. Субтитры создавал DimaTorzok